Итак, до Нового года осталось 17 дней, из которых 12 рабочих. За эти дни мы расскажем о событиях 12 месяцев уходящего года. Здравствуйте, Алексей, о чем же мы поговорим сегодня? Здравствуйте, Ольга. Сегодня мы поговорим о январе, первый месяц года. Примечателен по определению, наступил новый 2014 год. Итак, январь 2014-го. Губкинцы по традиции встретили Новый год на площади УГТК «Олимп». А потом, после продолжительных каникул, вышли на работу. На работу с новыми идеями и по традиции с новыми законами. 1.44-й. О системе госзакупок чего стоит. Он в первом полугодии так затруднил работу, что в июне уже внесли в него значительные корректировки. Изменения в новом году, может, и не такие масштабные, произошли и в других сферах. Вместо аттестации рабочих мест появилась специальная оценка условий труда. Заработала электронная очередь в детские сады. Перечислять сегодня все поправки к законам и нововведения не имеет смысла. Целый год с ними мы уже прожили. Кстати, один из сотрудников городской телерадиокомпании «Вектор» на работу после Нового года вышел на новое место. Открылся еще один павильон по приему рекламы и объявлений. Теперь к нам можно обратиться не только в ТЦ «Меркурий», но и в торговом доме «Маяк». В январе также начал работу новое муниципальное учреждение – дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Губкинского. Объединение определенных направлений и соответствующих специалистов было сделано для оптимизации затрат муниципалитета. О чем еще рассказывали журналисты в январе 2014-го. В середине месяца – о чрезвычайно обильных снегопадах. И несмотря даже на температуру отрицательную низкую, все равно снег идет и идет. В конце месяца – об экстремально низких температурах. На территории Ямала-Ненецкого округа и в частности по территории Пуровского района от 45 до 50 градусов ниже нуля. Рассказывали о совещаниях, встречах, конкурсах и памятных датах. В общем, обо всем, из чего складывается привычная жизнь города. Из событий особо примечательных – 85-летие труженика тыла Ивана Дымова. Человек, прошедший войну и покоривший Север, отметил день рождения в кругу семьи и представителей городской администрации. Хочу память на адрес вручить вам с вашим 85-летним юбилеем. А так вам дать 60 можно, 65 – это с натяжкой. Хочется пожелать всем свидетелям победы крепкого здоровья. И всем напомнить, что в следующем году мы будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. На Ямале 2015 объявлен годом защитников Отечества. Защитников нашей Родины и будущего наших детей. Кстати, о детях. В январе 2014-го юные губкинцы, как всегда, радовали нас своими достижениями. Губкинские скалолазы с бронзой вернулись с Невских вертикалей. В России это вторые по значимости состязания в этом виде спорта. В январе в них принимали участие спортсмены из 29 регионов России. Всего более 300 человек. Скалолазы губкинского за его завоевали третье командное место. К слову, такой результат у наших спортсменов был впервые. А губкинский детский оркестр русских народных инструментов побывал на 12-м международном конкурсе Интершоу в Польше. Ребята с достоинством представили город и вернулись с хорошими результатами. Привезли почетное первое место. И еще одно, на наш взгляд, значимое достижение. Медаль от Государственной Думы получила 4-я школа губкинского. Она вновь вошла в сотню лучших образовательных учреждений нашей страны. Конкурс был организован Государственной Думой России, а не Академией наук, как ранее. Вместе с дипломом и золотой медалью с надписью «100 лучших школ России» нагрудный знак «Директор года 2013» был вручен Тамаре Поляковой, директору 4-й школы. А, кстати, 5-я школа получила звание «Лучшее учебное учреждение» уже в ином конкурсе «100 лучших предприятий Организации России». Диплом и статуэтку вручили Ларисе Хамедулиной в феврале 2014-го в Управлении образования. О других событиях второго месяца года мы поговорим завтра.